Еще раз приветствуем вас. Доброе утро, страна! Доброй Раннице, Беларусь! Продолжаем встречать это утро вместе. С вами мы, Ольга Венская, Нина Можейко. На календаре у нас 5 апреля, это пятница, и буквально несколько дней остается до праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Напоминаем, праздник состоится 7 апреля, и сегодня, накануне этого важного события, мы обсудим, почему праздник так любим в народе, вместе с гостем в студии программы Доброй Раннице, Беларусь. Мы рады приветствовать заместителя председателя синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви Клирика Свято-Духово Кафедрального Собора города Минска Иерея Андрея Ломакина. Отец Андрей, доброе утро! Доброе утро! Доброй Раннице! Отец Андрей, православные всего мира сейчас живут ожиданием двух, наверное, главных церковных праздников. Это, конечно же, Пасхи, которая в этом году случится 5 мая, и Благовещение Пресвятой Богородицы. Вот буквально 7 апреля случится этот праздник. Напомните, пожалуйста, о значении и важности именно праздника Благовещения. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – это важное евангельское событие. Церковь называет его началом нашего спасения. Напомним, что в этот день произошло явление Архангела Божия Гавриила Пресвятой Богородицы, который возвестил, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. Это благая весть, от этой фразы и имеет свое название праздник – Благовещение. Это благая весть о том, что в мир придет Спаситель мира, который спасет все человечество для вечной жизни. Это и является самой важной, самой благой, самой радостной вестью для каждого человека. Поэтому праздник Благовещения Пресвятой Богородицы по важности издревле приравнивали к Пасхе, потому что с Благовещения начинается путь к Пасхе. Отец Андрей, а скажите, пожалуйста, вот несмотря на это разночтение календарей, да, и бывает смещение, да, вот праздников иногда, именно 7 апреля отмечается Благовещение? Благовещение относится к неподвижным церковным праздникам. В церковном календаре есть два типа праздников. Праздники подвижные, к ним относятся Пасха и с ней связанные праздники, такие как Вознесение Господня, День Святой Пятидесятницы, и неподвижные, которые празднуются каждый год в один и тот же день. Именно к таковым праздникам и относится праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Таким образом, в разные годы он может то попадать на период Великого Поста, то на уже пасхальный период. В этом году мы празднуем праздник в продолжении Великого Поста. Отец Андрей, говорят, что в этот день, День Благовещения, птица гнезда не вьет, девушка косы не плетет. Как правильно провести этот день? Правда ли, что ни в коем случае нельзя работать? Дело в том, что церковные праздники, ввиду уже довольно длительной истории, имеют и народные традиции. Однако мы, как христиане, всегда должны в первую очередь помнить о духовном смысле праздника. Говорят в народе, в церковные праздники, не только в Благовещении, но и в другие, нельзя работать. Правдива ли эта мысль? Дело в том, что верующий человек в праздники освобождает свое время от рабочих дел, чтобы посвятить их Богу. Поэтому издревле люди откладывали свои повседневные дела, но не для того, чтобы ничего не делать, а для того, чтобы посетить храм, поучаствовать в божественной литургии, поблагодарить Бога, прикоснуться к радости праздника. Поэтому отчасти это утверждение правдиво, но только потому, что верующий человек стремится хотя бы утреннее время этого праздника посвятить праздничному богослужению и попасть в храм. — Хочется еще больше заинтересовать наших зрителей, или, знаете, как даже не сделать какую-то рекламу, это было бы слишком амбициозно, а вот именно задуматься человеку, возможно, именно в этот день стоит обязательно посетить храм. Расскажите, особенности какие, богослужения, именно в момент Благовещения. Я знаю, что есть очень красивая традиция, когда после окончания божественной литургии отпускают белых голубей в небо. — Да, богослужение этого праздника будет иметь в этом году свои особенности, потому что, как мы уже говорили, праздник приходится в этом году на период Великого Поста, а в воскресные дни Великого Поста служится особое богослужение, называется Божественная литургия святителя Василия Великого. А что касается народных традиций, то действительно есть такая довольно древняя традиция отпускать голубей в этот день. Однако первоначально это была народная традиция. Выпускали птиц, которые были либо пойманы, либо выхожены за зиму, если они не смогли осенью улететь в теплые края. И по весне их отпускали на волю. Конечно же, в этом видели и духовный смысл. Ведь как птица стремится к небу, так и душа человека стремится к Богу. Особенно окрыленная радостью Благовещения, благой вестью, что в мир пришел Спаситель. А если в мир пришел Спаситель, то Он открыл для нас перспективу вечной жизни. Наверное, не может быть ни одной новости более радостной, чем это. Поэтому символ, взлетающий к небу птицы, это символ, воспаряющий к Богу души. Отец Андрей, вы уже сказали про то, что Благовещение в этом году выпадает на период Великого Поста. А давайте поговорим про особенности еды. Есть ли какие-то гастрономические послабления для верующих в этот день? Именно в праздничный день. Несмотря на то, что это великий двунадесятый праздник, все-таки церковный календарь напоминает нам, что это время продолжающегося Великого Поста. Поэтому с точки зрения церковного календаря существуют особые послабления в постной дисциплине. Вместе с тем, мы как современные верующие помним, что пост, он должен быть таким комплексным воздержанием, которое должно совершаться в меру наших сил. Это значит, что и духовно, и телесно мы должны поститься в нашу меру, чтобы пост не был непомерно сильным и строгим, но вместе с тем и не был слишком простым для нас. Потому что пост – это школа духовная. Он должен нас научить терпению, воздержанию, смирению, доброте сердца. И только тогда мы можем это сделать, когда пост будет продолжаться в меру наших сил. И еще важно отметить интересный факт. Мы говорили о том, что Благовещение празднуется 7 апреля. Но ведь эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от праздника Рождества Христова. И это показывает нам интересную мысль христианскую, что верующие люди твердо знают, что человек приходит в мир не в момент рождения, а в момент зачатия. И об этом нам говорит праздник Благовещения. Отец Андрей, благодарим вас. Спасибо за такой ликбез. Да, по сути дела, вы сегодня нам провели. Спасибо за ваше время. Я напоминаю, что сегодня в студии программы «Добрый ранец в Беларусь» в преддверии такого красивого православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы мы побеседовали с заместителем председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви, клириком Свято-Духово Кафедрального собора города Минска и иреем Андреем Ломакином.